Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами обратимся к словам пророка Самуила «Послушание дороже жертвы». Об этом он говорит в 1-й книге Царств, в 15-й главе, в 22-м стихе. Это выражение передается из поколения в поколение, оно по-разному варьируется. И ему созвучное выражение в Евангелии Христос произносит такими словами «Милости хочу, а не жертвы». Иногда мы слышим «Послушание дороже поста и молитвы» — все это те же самые образы, как будто противопоставляются друг другу послушание, в данном случае милость, милосердие — это как ответ на повеление Бога или ответ на любовь Божью. Она дороже любого внешнего ритуала, внешних обязанностей, в данном случае жертвоприношений. Все это происходит в очень интересном эпизоде, который оборачивается для царя Саула его полным поражением. Пророк Самуил вынужден будет отстранить царя от власти, фактически царь будет низложен с престола. В первой книге царств, в начале 15 главы, рассказывается о том, как царь Саул ведет войну против амаликитян и получает от Бога повеление. Через пророка Самуила Господь говорит «Иди и порази амалика и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла». То есть вот этот образ какой-то беспощадной ненависти, злобы, расправы, кровавой расправы, которую почему-то требует от Саула Сам Господь. И, конечно, нас это шокирует. До сих пор мы испытывали, может быть, более светлое потрясение, потому что, когда читаешь истории о каких-то чудесах, то всегда это приятно пробуждает наше воображение и бывает приятным и поучительным. Здесь нет никаких чудес. Все это достаточно просто, прямолинейно, более того, очень правдоподобно, потому что история Древнего мира, конечно, преисполнена насилием. Итак, в чем же проблема с этими амаликитянами? Прежде всего, в памяти народа это будет племя людей, которые издевались над истощенными от сорокалетнего скитания по пустыне израилетянами, когда уже народ был готов войти в землю обетованную, как говорит Моисей в книге Второзакония, «Амалик встретил тебя на пути, побил тебя сзади всех ослабевших, когда ты устал и утомился и не побоялся Бога, ты изгладь память Амалико из Поднебесной и не забудь». То есть в памяти народа всегда останется это предписание «истребить». Настолько, что вообще сама память, воспоминание об этом народе будет изглажена из памяти человечества. И Моисей это уже говорит после того, как проходит какое-то время, и во времена Саула уже прошло несколько поколений, и вдруг от имени Бога поступает тот же самый приказ и повеление. Настал час наказать Амалико. Но здесь появляется неожиданный поворот. Дело в том, что когда Саул успешно завершает свою операцию и докладывает пророку «Я исполнил Слово Господне», в действительности он лжет. Саул похитил богатство, и эти богатства сами выдают себя. Поэтому в какой-то момент пророк Самуил говорит «Если ты истребил скот Амалико, то откуда доносится это бление и мычание, которое я слышу?» И здесь нечестие Саула выдает само себя, и в ответ он оправдывается. Оправдывается, как обычно, оправдываются демагоги. Он говорит «Народ, воля народа». Народ посчитал, что не нужно истреблять этот скот. Второй повод – всегда какие-то благочестивые предлоги, благочестивые намерения. Потому что мы сохранили жизнь этому скоту для того, чтобы его принести в жертву Богу. Конечно, это все ложь, все это очень смешно и комично. И тогда из уст Самуила звучат эти слова. «Послушание дороже жертвы». И уличивший в неправедности в лжи царя Самуил объявляет незлуженным. Другой эпизод, который параллельно разворачивается, связан с царем Амаликитян Агагом. Оказывается, Саул не только сохранил жизнь скоту, якобы по настоянию народа, но и пощадил своего коллегу, царя Агага. И узнав об этом, Самуил призывает к себе Агага. Царь все еще не может прийти в себя от изумления, потому что он сам изумлен, что ему сохранили жизнь, что он цел и невредим. И пророк ему говорит, «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». То есть фактически здесь мы можем прочитать, за то, что царь проливал кровь невинных людей, вот теперь сейчас, его мать лишится своего сына. И с этими словами Самуил исполняет то повеление, которое не захотел исполнить Саул. Он собственноручно убивает Агага. И отныне Саул больше не царь, а Самуил оплакивает того царя, которого он сам помазал на царство, и теперь вынужден его не сложить. И мы тоже с вами шокированы всеми этими перипетиями, и поэтому настает момент для того, чтобы предоставить слово кому-то, кто смог бы оправдать, объяснить все это происходящее. Если мы кого-то обвиняем, то должны тоже и выслушать адвокатов. Во-первых, в оправдании всего происходящего следует напомнить о том, что когда началась военная кампания против Амели Китян, то Саул позволил другому народу, который жил среди них, киньянам выйти невредимыми, для того, чтобы они не стали жертвами той расправы, которую заслужили Амели Китяне. Потому что тот народ ни в чем не виновен, и поэтому как бы есть гуманитарные причины, и можно оправдать эту жестокость. С другой стороны, следует сказать, что вот эта ненависть к Амели Китянам не была чем-то очень характерным для народа Израиля, а скорее это было уникальным. Это не было что-то общепринятое. Это было скорее исключением. Никакой другой народ, включая вавилонин, египтян, не навлек на себя той ненависти, которую навлекли на себя Амели Китяне из поколения в поколение. Но следует обратить внимание, что царя убивают не за то, что он принадлежит этому презренному народу. Его смерть является наказанием за какую-то другую вину. Автор нам не говорит, в чем она состоит, но мы можем догадаться, что он проливал кровь невинных людей. И его этническая и религиозная идентичность в данном случае не имеет никакого значения. Когда нас возмущает то обстоятельство, что смерти предают даже грудных младенцев, тоже нужно учитывать, что в то время не было сиротских домов, и все равно даже если бы эти младенцы остались в живых, то они вынуждены были бы погибнуть. Лишь в Атаманской империи будут брать в качестве заложников детей побежденного народа для того, чтобы потом из них воспитать преданных воинов, когда они вырастут. Во времена Израиля не было такой практики. И с другой стороны, если спокойно читать историю тех священных войн, которые ведет народ древнего Израиля, то можно признать, что этот народ не обладает какой-то особой жестокости. Скорее, наоборот, он наименее жесток из других древних народов. Когда речь идет о войне, то вообще, конечно, мы проецируем те ужасы, которые связаны с современными войнами, то, что мы называем военными преступлениями. Никто в древности не подвергал пыткам врагов просто ради издевательства. Никто не калечил намеренно детей, никто из мести не насиловал женщин. Не было того насилия, той злобы, тех военных преступлений, которыми как раз отличается наше время. И поэтому, если судить эти события в свете истории того времени, по законам того времени, то, конечно, мы увидим большое отличие от нашей эпохи. Другой элемент связан с богодохновенностью Священного Писания. Не нужно понимать буквально, что Бог произносит какие-то жестокие вещи непосредственно, лично. Бог всегда говорит через пророков. Пророки действительно доносят до нас волю Бога, но нужно понимать, что Слово Божие, Его язык, преломляется в человеческом языке. Точно так же, как свет, который попадает в стекло или прозрачную среду, он неизменно преломляется, то есть претерпевает некое искажение. Точно так же и здесь нужны определенные поправки. Всегда человеческий грех, человеческое озлобление омрачает и того, кто говорит, и его слова, и наше восприятие, потому что мы очень часто видим какие-то вещи именно помраченным взором. Но очень важный момент. Дело в том, что этот свет, который проникает сквозь среду, его преломляющую, его искажающую, в действительности преображает эту среду. Поэтому Слово Божие, которое проникает в наше сознание, которое доходит до нас через уста людей, пророков, в действительности приходит для того, чтобы нас преобразить и нас изменить, потому что он обладает большей силой, чем наш грех. Поэтому Богу не нужны адвокаты. В книге Иова есть потрясающий эпизод, когда Бог открыто говорит, что он не нуждается в адвокатах, именно поэтому он заставляет замолчать всех, кто пытается оправдать Бога, обвиняя Иова. Потому что любой адвокат попытается лишь успокоить наше негодование, наше возмущение, либо позволяет нам немножко дистанцироваться. Но это неправильный выход. Не нужно дистанцироваться от текста, не нужно ничего нейтрализовать, не нужны никакие анальгетики. Нужно воспринимать реальность такой, какой она есть, лицом к лицу, для того, чтобы получить по-настоящему ответ, который для нас приготовил Бог в этом эпизоде. Тема насилия в Библии всегда шокирует, особенно неверующих людей. Но за этим всегда стоит нечто более глубокое, что пробуждает нашу мысль, и потом мы получаем нужный ответ. Прежде всего, нам следует задуматься о себе самих. Потому что, когда мы читаем Библию с каких-то отстраненных позиций, как будто мы находимся над схваткой, как будто мы арбитры, и мы не принадлежим ни одной из конфликтующей страны, и как будто изображенное здесь насилие к нам не имеет никакого отношения, но дело в том, что оно имеет. И именно потому, что наше восприятие оказывается окрашенным, ангажированным, является знаком того, что мы в действительности имеем. Библия, как проявитель фотографии, обнажает то зло, то насилие, которое присутствует в этом мире, присутствует в нас, неизбежно. Со времен Каина и Авеля и более того, с того момента, когда Бог повелел, да будет свет. И обратить внимание, что Бог не повелевает тьме исчезнуть, Он ее не уничтожает, Он делает из этой тьмы ночь. Это замечательный образ, который говорит, что Бог никуда не удалился. И наоборот, ночью Он может быть ближе, как никогда. Точно так же, Бог не удалился прочь оттуда, где человек совершает насилие. И именно в ситуации насилия, вопиющего насилия, возникает этот вопрос, где же Бог? Он удалился? Нет, Он никуда не ушел. Дело в том, что в этот момент мы удаляемся от своей человечности, мы отсутствуем для самих себя. И это отсутствие, эту обесчеловеченность мы приписываем Богу. Таков механизм зла и таков механизм нашего искаженного восприятия. И Библия помогает нам вернуть некоторые вещи в правильную перспективу, увидеть в правильном свете. Увидеть, что в человеке есть бездна. Бездна, буквально, некое бездонное пространство. И, конечно, мы очень часто видим, что это пространство преисполнено злобой, зависти, каких-то темных страстей. И очень редко встречаются люди, в которых эта бездна наполнена светом, любовью, добротой, милостью. И поэтому не нужно себя обманывать, не бывает никакого нейтрального взгляда, холодного или объективного. Возникает вопрос, почему Бог не хочет в одно мгновение каким-то чудом эту бездну зла и насилия превратить в бездну любви? Может, но при одном условии, что это не может произойти мгновенно и не нужно ждать каких-то внешних чудес. Это не совершается в мгновении ока. Чудеса в мире природы, которые совершает Бог, они совершаются внезапно, но также внезапно они исчезают. Когда мы сталкиваемся с насилием, то мы можем увидеть, что Бог присутствует где-то в самой глубине этого. Он как будто принимает на себя эту маску, это обличие смерти для того, чтобы в действительности коренным образом изнутри исправить эту ситуацию. Он тем самым способен преобразить личность, лицо человека. Для этого жизнь и смерть, добро и зло, любовь и протоубийственная ненависть иногда переплетаются в каком-то единоборстве. И, конечно, если обратиться к архетипам, то, конечно, приходит на ум тот эпизод, когда Иаков борется с незнакомцем. И, с одной стороны, это некая смертельная опасность, это некая угроза жизни, это некий противник, таинственный незнакомец, за которым в действительности скрывается Бог. И эта битва оборачивается для Иакова новым рождением. Он выходит из нее как Израиль. Он будет ранен в этой битве, но эта рана будет его благословением. Замечательный образ, который как раз показывает, как вот в этой схватке, в этом мессиве, где смерть и жизнь, добро и зло переплетаются друг с другом, в действительности Бог постепенно преображает то, что было ночью, в свет, то, что было проклятием, в источник спасения. И именно из потомков Израиля Иакова родится человек, который вместо того, чтобы представлять Бога в виде судьи, в виде кровавого деспота, который выносит приговор, который казнит, наказывает, который приказывает убивать амаликитян, предстанет совершенно в другом образе. Он представит нам Бога в виде приговоренного узника, в виде казненного человека, и этот образ Бога, который лишь глазами веры можно будет увидеть лицом к лицу. Вот почему послушание важнее жертвы, потому что послушание это способность слышать, и тогда божественная воля входит в сердце человека для того, чтобы преобразить его изнутри. Жертва, как и любое внешнее предписание, внешний ритуал, остается чем-то внешним для того, чтобы что-то изменилось радикально, по-настоящему, Бог действует изнутри. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.